Здравствуйте, дорогие друзья! Отечественные турецкие ружья примерно сопоставимы по цене, но при этом достаточно сильно отличаются в деталях. Спор о том, какое ружье выбрать, не утихает до сих пор. Сегодня мы сравним ружья одинаковой конструкции в одинаковых ценовых категориях и на их примере выясним их самые главные особенности и отличия. Начнем с очевидного выбора MR27. Это ружье с очень богатой историей, на руках у очень большого количества охотников, в разных исполнениях, просто тысячи их разных. Соответственно, все его особенности можем узнать прямо вот на серийном образце с полочки магазина. Итак, что мы получаем за 50 тысяч рублей? Цена указана на момент съемки, актуальную цену на тот момент, когда вы будете смотреть этот ролик. Вы обязательно заходите в комментарии, там будет переход на соответствующую карточку товара, в котором будет указана актуальная цена. Итак, за эту сумму мы получаем ореховый приклад, ореховое ложе, бакелитовый тыльник, стальная колодка, надежная неубиваемая конструкция, два спусковых крючка, богатую гравировку на колодке, эжектора нет, есть экстрактор, вентилируемая планка, стволы традиционно хромированы, пайка стволов невентилируемая, чоки несменные, светонакопительная мушка, насечка на прицельной планке антибликовая. Также установлены антабки. Итак, за что же это ружье любят? Ну, в общем-то, как и все отечественное оружие, оно очень надежное, оно ломается нечасто, запчасти есть всегда в наличии, вы сможете найти их всегда в наличии. Ну и сам по себе ремонт не займет у вас много сил и времени. Ну и давайте сравним его с сопоставимым по цене и конструкции турецким ружьем Илдис СПЗ-М. За ту же самую сумму мы получаем комплектацию немного более богатую. Тут уже обработанный турецкий орех, очень красиво выглядит. Резиновый тыльник демпфер, легкосплавная колодка из алюминиевого сплава, также хромированные стволы, один спуск поочередный из нижнего, из верхнего ствола. Обратите внимание, пайка как планки, так и пайка между стволов, выполнена с вентиляцией. Также у нас присутствуют сменные чоки на обеих стволах. Сами по себе ружья Илдис, несмотря на их долгую историю, в России появились относительно недавно. Если вы ничего про них не знаете, то переходите по подсказочке в описании или, собственно, по подсказке в видео, и можете посмотреть про них подробный обзор. Итак, почему же охотники выбирают турецкие ружья? Ну, потому что они сделаны в целом более приятно, более качественно, более приятная пайка, меньше зазоров, более качественно согнанные детали. Мы видели за ту же цену, что и у МР-27. Больше интересных особенностей, например, те же самые сменные чоки, та же самая вентилированная пайка стволов. Но какие же минусы у турецкого оружия? Ну, на самом деле, минусы простые. Турецкое оружие также точно ломается, как и отечественное, но такого обилия запчастей в России, к сожалению, нет. Если что-то произойдет, что-то сломается, возможно, придется ждать запчасти очень долго. Также, что касается таких относительно новых на российском рынке производителей, не все их детские болезни изучены, не все особенности известны, поэтому что-то, возможно, вам придется самим на своей шкуре открыть, испробовать и пытаться решать. Чего бы производство ружье выбрали вы? Поставьте видео на паузу, напишите прямо сейчас в комментариях. Нам будет очень интересно почитать вашу аргументированную точку зрения. Итак, если вы серьезный охотник, настроенный на многодневные какие-то охоты в тяжелых условиях, то, конечно, на наш взгляд, лучше выбрать что-то более практичное, что-то более ремонтопригодное, что-то, что не будет бояться плохого обращения. И, на наш взгляд, это будет как раз отечественное ружье. С другой стороны, турецкий производитель за те же деньги предлагает гораздо больше интересных всяческих опций, так сказать. То есть и качество изготовления выше, и какие-то материалы более дорогие. Мы не берем во внимание какую-то там общую надежность, потому что это ружье все-таки не очень настрелено, не очень изучено. То есть отзывы о нем будут только через год, через два, через три. И в таком виде оно более привлекательное. И, возможно, вас оно заинтересует, если вы прям не заядлый какой-то охотник, а вот выбираетесь пару раз в сезон, и вам хочется иметь в руках красивое изящное оружие. Давайте продолжим наше сравнение отечественных и турецких ружей на примере полуавтоматов. И тут у нас как бы наш простой, самый замечательный, самый очевидный выбор – МР-155. Итак, что мы получаем за 50 тысяч рублей? Это пластиковый приклад, пластиковое цевьё с крупной насечкой. Важная особенность МР-155, вы знаете, скорее всего, это газоотвод. Соответственно, все плюсы и минусы газоотводов к нему применимы. Оно достаточно всеядное, но из-за газоотводного механизма имеет немножко больший вес. Мягкий крыльник резиновый, сразу установлены на тапки, лоток подавателя имеет выборку, соответственно, снаряжать магазин стало удобнее немножечко. Вентилируемая планка с антибликовой насечкой и светонакопительная мушка. Магазин стандартный 4 плюс 1, ласточкин хвост на стволе коробки, сменные чоки. За что это ружьё любят? Ну, во-первых, оно очень универсально, оно подходит как для охота, так и для какой-то спортивной стрельбы. На него существует масса разнообразного тюнинга от самых разных производителей. Весьма всеядно, хорошо работает с любыми навесками. Ну и опять же, тоже запчасти в большом обилии, ремонт его простой и в целом ружьё очень надёжное в этом плане. Перейдём к турецкому полуавтомату в такой же, примерно в такой же ценовой категории. Это ружьё стоит даже дешевле, его цена всего 38 тысяч рублей на момент съёмки этого видеоролика. Напоминаю, что актуальную цену вы найдёте по ссылочке в подсказках, в комментарии закреплённом. Асилкон Рэдстоун. Что мы получаем за эти деньги? Во-первых, это турецкий орех, очень хорошо обработанный, очень красивый, классная насечка, классный поток под руку. Простой резиновый тыльник, но такой он с губчатой резиной, тоже очень мягенький. Ствольная коробка стальная, спусковая скоба с меньшим отверстием под палец в перчатке, поэтому как бы ружьё рассчитано на оперирование без перчаток. Возможно, в перчатке будет не так удобно им пользоваться. Лоток подавателя тоже с проточкой, но вот, на мой взгляд, МР-155 поинтереснее, поудобнее выполнен, потому что здесь места маловато. Вентилируемая планка, тоже с антибликовой насечкой и тоже со светонакопительной мушкой. Чоки сменные. Что касается Асилкон Рэдстоун, это инерционка. Да, вы можете сказать, зачем вы сравниваете инерционку с газоотводом, но вот так вышло, потому что МР-156, к сожалению, просто у нас не было в наличии, да и вообще все минусы её, как ружья, вы, скорее всего, тоже знаете. Но вернёмся к Асилкону. Ещё из важных особенностей его двойная кнопка сброса затворной задержки. Одна половинка кнопки отвечает за блокировку лотка подавателя и позволит разрядить ружьё, а вторая кнопка, собственно, сбрасывает затворную задержку. Ну и, конечно, важные особенности Асилкона, ружья Асилкон, да, их завезли в России тоже не очень давно, и они сразу стали пользоваться огромной популярностью. Причина очень-очень простая. Они самые, наверное, доступные ружья на отечественном рынке, даже несмотря на то, что это импортное ружьё. Ценник в 38 тысяч рублей, он как бы подразумевает то, что у него не то, что конкуренты какие-то есть, а то, что, в принципе, к нему никаких претензий быть за такие деньги не должно. Это цена поддержанного ружья, поддержанного МР-155, с рук можно будет купить примерно за такую цену, а вы получаете за эту цену новое ружьё, причём сделано весьма-весьма качественно. Опять же, если сравнивать, мы приходим всё к тем же самым аргументам, что и в первом случае. С этой стороны у нас надёжность, ремонтопригодность и такая кондовость, которая скорее плюс. С этой стороны у нас более качественная обработка, более дорогие материалы и такая в целом даже более доступная цена. Но в случае с полуавтоматами всё не так просто, как в случае с двустволками. К сожалению, так ситуация сложилась, что даже с заградителями пошлинами, с самыми разнообразными утильсборами, турки заваливают просто рынок очень бюджетными полуавтоматами в очень большом количестве на любой вкус. Под любого стрелка, под любую цель есть оружие, в то время как среди отечественных производителей это только МР-155. Да, МР-155 имеет очень большое количество модификаций, самых разнообразных исполнений, самых разнообразных материалов, но это всё равно одно и то же ружьё, тогда как в Турк действительно предлагают что-то, в каждом случае что-то уникальное. Друзья, нам действительно интересно узнать ваш реальный опыт использования отечественных и турецких ружей и их реальное сравнение. Возможно, у вас есть и такой опыт. Обязательно напишите его в комментариях, мы всё прочитаем. И самое главное, это будет очень полезно тем, кто будет смотреть этот ролик потом, спустя несколько лет. Они тоже могут на основании ваших комментариев сделать какой-то, принять правильный выбор. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Всего хорошего, до свидания.